большой привет давно не были в русском магазине в общем дорвались называется все ездили покупали ковер и ну конечно продуктов решили прикупить как всегда это называется да у нас из германии все многие знают за семечками за пельмешками съездить или за селёдочкой в общем цен называть не буду то что помню скажу цену в общем в общей сложности мы закупились на 197 евро но из из этих 197 евро 32 евро мы заплатили такую вот заклеенку такую за силиконовая не знаю что за качество потом покажу в общем вся продуктовая закупка обошлась нам в 165 евро семечки джин муж очень любит семечки в общем взял четыре упаковки себе 350 грамм очень хорошие семечки могу порекомендовать мы уже много раз брали пельмешки наши любимые вот такие вот пельмени лакманские чистая линия без ешек домашние и сибирские стоят по 5 евро эти эти 49 в общем взяли три пачки домашних и две пачки лакманских положу в морозилку пусть на всякий случай будь тут будут у них срок годности большую поэтому я уже рассказывала что у нас магазин за 20 километров мы каждый не ездим и вот уже месяцев не знаю месяца два три наверно не были поэтому такая получилась большая закупка решили попробовать тоже от лакман нам очень нравятся продукты вот такая серия даже реклама была по телевизору хозяин называется это помидорки называется михал михалыч сливки с чесноком в общем коллекция вкуса попробуем продолжая тему от погребок фирма погребок взяли хреновину пикантная и аджика пикантная тоже тоже фирмы и также от лакмана от хозяин баклажановую икру попробовать 179 стоила и также 179 стоила аджика с чесноком чесночком даже муж взял себе пивасик балтика он очень очень редко пьет пиво взял пару бутылок просто балтика премиум и две бутылки седьмая масло взяли маленькую бутылочку стоил 1.29 здесь пол литра подсолнечная ароматная нерафинированная кубанская семечка должно быть вкусное горчичного масла к сожалению нет один раз мы заставили тогда и больше нету сальсом грудинка особая что неправильно его положила вот такое вот грудинка от фирмы гермес грудинка особая в общем вот такая красота посмотрите видно да стоил он три ойра пять центов 300 грамм здесь небольшая и вот кэбжина с чесноком по всей видимости с паприкой на стоил 2 ойра 16 центов 240 грамм потому что убирал ну как всегда не один поход у меня там целая целый прилавок с рыбой и общем не один поход не обходится конечно же без рыбы там огромная огромный выбор вот я взяла холодного копчения скумбрия такая скумбрияшка она 414 грамм 770 килограмм уже все подорожало все подорожало 99 килограмм ну что поделаешь 319 вытянула она селёдочка почти 400 грамм 390 килограмм на 153 на вечер не знаю сколько она будет видно потом вот эти вот рыбки брюшки как они называются филе до филе рыбное на 336 здесь 116 грамм килограмм стоит 30 евро это я уже рассказывала как-то в таком-то видео это сынулька парочку день берет нравится им такие филешки сушеные соленые и вот такой вот мерлан мерлан на 265 вытянул стоит 790 килограмм три штуки мы взяли муж взял здесь основном посоветовали пару раз уже брали там в основном очень много филе рыбы мало костей ряженка тоже подорожало стоило по моему 69 центов теперь 89 центов зорька моя одну мужу одну мне сметанку и творожок теперь сынулька у нас какая радость вообще молочку конечно он не очень сильно ест но теперь полюбил творог именно вот такой русский творог я показывал или я покупал русский такой творог и сметанку в общем я ему намешиваю и он с удовольствием кушает раз в день чему я безумно рада сметанка вот такая вот от лакман по моему 89 центов стоила 30 процентная и вот такой творожок деревенский 30 процентный сайру я взяла две баночки тихоокеанскую в масле в общем напоминающее детство супе хочу сварить с айрой давно уже не делала на себя как бабушка варила мама очень люблю краковскую колбаску муж взял 389 здесь 450 грамм взял две докторскую такая нам докторская больше всего нравится взяли мы три штуки 800 грамм здесь 409 1 столь у нас до апреля может храниться не пугать всеми на заднем фоне как всегда кипят пельмени кипят пельмени когда мы с русского магазина приезжаем 1 этажа у нас история будем кушать сейчас за кукурузную крупу написано 20 минут я варить здесь такую же манную крупу от лакман молочные сосиски по лакмански соль каменную килограмм 119 центов 3 сгущенки по 129 продолжение нашей закупки чай целонский взяли 329 стоит упаковка это очень хороший чай нам порекомендовала мама мужа его идеально также для ценителей чая с молоком здесь высший сорт целонский 100 пакетиков да здесь 100 пакетиков взяли наполеон чирока с посыпкой такой очень нравится стоил он по-моему 1 99 я хотела взять два но не было был последний квас папа наш взял такой отчаковский квас стопроцентный продукт написано русский квас отчаково у него такой русский квас много народу спас взяли одну бутылку дюшес и яблочки очень вкусные с бодзе яблоки конечно что то там один запах стоит там огромные ящики я набрала больше трех килограмм посадки на эти яблоки кашка картинки они очень вкусные вообще отличаются конечно на те что продаются обычных магазинах и груши такие же груши агроменные взяла три штуки всем по одной яблоки стоили 59 килограмм а груши я даже не знаю сколько столь на груши тоже запах стоял там потрясающий вообще взяли сынули шоколад маша и медведь такой вот шоколад молочный маша и медведь написано сделано волшебном лесу но и себе с мужем не удержали взяли по одной шоколадке темный шоколад бабайский с фундуком 169 одна стоила здесь до 100 грамм печенье печенье с ароматом гущённого молока это аннелла но это так называемая аннелла алена и бумука это просто сахарное печенье в общем 1 3 и другого 2 стоила одна пачка 1,19 здесь 350 грамм каждой пачки пусть будет зефир ланеш очень вкусно 420 грамм просто со сливочным вкусом хлебушек бородинский это конечно самое лучшее что может быть вот такой вот бородинский хлеб настоящий порезанный на 700 грамм здесь сделан он на литве пахнет даже через фольгу очень вкусно через пакет такие вот взяли дорвались называется этим зефир шоколад такой она развес 2 2 28 до этого совали и вот такой ланеш тоже с ванильным вкусом и вот такие конфетки конфетки на них постановлю чуть подробнее это от красного октября называются они нива нива сейчас открою покажу мы постелили свою новую скатит которую мы в русском магазине купили я не знаю даже как ее назвать ну наверняка все знают что такое вот такая она тоненькая с этой стороны вот так выглядит нам очень нравится очень симпатично светло там было очень много разных рассветок не снимала но более все таки темные темные или золотом нам тоже не подходило в общем сполированный белый стол поэтому мы клюенку ложили что сынок был маленький и ничего другого не было теперь нам очень нравится как выглядит быстренько тряпочкой протер и все очень удобно